Привет всем любителям радиоуправляемых моделей! С вами канал Rastirration Sport и сегодня у нас будет распаковка вот такой вот опосылки. Сразу же в коробке лежала вот такая вот липучка и провода. Если честно, я подобного рода провода вижу впервые. Но это обычные коннекторы к приемнику, но они вот так соединены. Ну и многие уже догадались, что здесь у нас находится подвес. Давайте его откроем. Да, друзья, это именно так. Здесь у нас находится двухосевой БК-подвес, предназначенный для камер наподобие GoPro. Заказывал я этот подвес с сайта AliExpress. Как можете видеть, здесь у нас есть подключение к приемнику и вот такое огромное количество проводов. У него также есть 4 виброгасящие проставочки. Датчик специальный находится снизу. Сделан полностью из алюминия. Подвес достаточно тяжелый и весит порядка 200 грамм. Здесь у нас есть микроразъем microUSB для подключения данного подвеса к компьютеру. И для его настройки. Здесь установлены настоящие БК-моторы. Это можно уточнить, посмотрев внутрь. Что ж, давайте активируем этот подвес. Для примера я буду использовать камеру AIE Techset. Она немного отличается по форме от стандартных камер GoPro. И данное крепление в принципе встает сюда, но все же оно как бы не держит. Поэтому сейчас я установлю камеру. Как можете видеть, из-за того, что прорези у данного подвеса находятся здесь, а объектив у меня находится под центром, камеру с этим креплением установить не пойдет. Не получится. И поэтому нужно будет что-то колхозить. Но я лично для эксперимента, для теста просто сейчас одену данное крепление. Камера встала в подвес. Она немного ходит туда-сюда, но это не проблема, так как я ее в следующем закреплю более прочно. Давайте ее включим. Нажмем кнопку записи. Что же, у меня есть вот такой переходник и трехбаночный аккумулятор напряжения въем 11.1 В. Давайте подключим питание. Здесь у нас есть специальный, приготовленный для этого GST разъем. Подвесик загорелся. Немного завибрировал. То есть чувствуется вибрация моторов. Естественно, так как этот подвес двухосевой у него нет стабилизации по вот этой вот оси. Как можете видеть, в крайних положениях подвес начинает немного трясти. Но это может быть сказано из-за того, что аккумулятор у меня, скорее всего, здесь не полностью заряжен. Давайте развернем подвес. Запишем небольшое пробное видео. Вот в этом положении уже чувствуются вибрации, поэтому придется подвес настраивать. Чувствуется вибрация моторов. Что ж, как можете видеть, вот так происходит стабилизация. По вот этой оси все, в принципе, работает нормально. Если я начинаю отклонять в крайние положения, происходят вот такие вот срывы. Не понимаю пока, почему это происходит. Мне кажется, потому что просто данный подвес нужно отдельно настраивать через приложение на компьютере. Я об этом тоже подробно расскажу, но это я сделаю уже в следующем видео. Итак, давайте подойдем к итогам. Подвес стоит достаточно дешево. Это каких-то там 30-40 долларов. И за это мы получаем, естественно, готовый подвес, но все-таки он не настроенный. Так что я буду настраивать. Когда я его настрою, я сниму по этому отдельному видео. Также я сделаю специальное видео с тестами данного подвеса. Я буду разнообразным образом его тестить. Также еще есть такая штука, что когда мы начинаем чуть-чуть отклоняться, моторы начинают немножечко так вибрировать. Но это, скорее всего, тоже связано с неправильной настройкой данного подвеса. Но, в принципе, подвес-то нормально работает. Скорость работы у него хорошая. Вот я даже вот такие движения делаю. Он все прекрасно стабилизирует. Ну что ж, я на этом видео это закончим. Сегодня мы посмотрели вот такой вот подвес, по сути, от фирмы A-Chain. Подписываемся на канал, подписываемся на группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята. Ждем новых видео. Всем пока.